Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре квартира 85 квадратов в самом центре города, на Володарского 7А. 5 минут до площади Революции, до самого центра города, 5 минут до Юргу, до памятника Курчатова, до парка Гагарина, со всеми там велодорожками, беговыми дорожками, спортивными площадками, ну и, конечно, школы, детские сады тут в пешей доступности. Вот этот девятиэтажный кирпичный дом. Пойдемте смотреть! Итак, друзья, мы в самой квартире. Очень интересная планировка у квартиры, а точнее функционал квартиры очень такой необычный. Об этом мы чуть попозже поговорим. А начнем с отделки. По всей квартире ламинат на полу с фаской, 33 класс хороший, стены. Это у нас декоративная штукатурка, вот с таким ярко выраженным рисунком. Она у нас по всей квартире. Значит, потолки ненатяжные, они отштукатурены и покрашены. В последнее время все чаще встречаю людей, которые обращают на это внимание. Не любят натяжные потолки, то, что вроде как химия, да, вот этот пластик натяжной. А здесь вот экологически чистые материалы. Значит, по планировке. Начнем со входа. Это входная дверь, прихожая. Здесь место оставили свободным. Ну, здесь можно либо оборудовать шкаф-купе, либо сделать полочки там для парфюма, ключи оставлять, сумку и так далее. Кому как удобно. Но для гардеробной я тут другое место вижу. Еще посмотрим дальше. Итак, это самая основная комната, самая большая. Почти 40 квадратных метров. Кухня-гостиная. Здесь у нас диван. Все, что видите в квартире, все остается. Большое просторное окно. И, кстати, если вам видно на видео, очень высокие потолки. Три метра. Кирпичный дом. Трехметровые потолки. Значит, здесь зона отдыха. Здесь кухня. Кухонный гарнитур. Встроенная техника бошевская. Варочная панель. Духовой шкаф. Холодильник. Липхер. Ну, и обеденная зона. И здесь островок для готовки. Ну, вот телевизор саданок. А, ну, Штайн просится, мне кажется. Здесь он хорошо будет смотреться. Идем дальше. Смотрим. Раздельный санузел. Что немаловажно для семьи с детьми. Значит, на полу плитка. Стены также. Декоративная штукатурка. Инсталляция. Полочки. А здесь у нас полноценная ванна. Полностью тоже в кафеле. Частично декоративка. Угловая джакузи. С таким интересным подиумом. Интересное, на самом деле, решение. Заходишь такой. После тяжелого, хорошего, рабочего дня. Поднимаешься по подиуму. И здесь вода бурлит. Окунаешься в нее. И чувствуешь себя, не знаю, шейхом каким-то, что ли. Прикольно. Так. И спальня. Спальня. Смотрите, какой интересной планировки. Ну, тут надо подумать. Здесь я... Блин, ну, напрашивается все-таки, наверное, сюда кровать. Вот под таким углом. Здесь телевизор однозначно. И здесь какая-то зона отдыха. Либо, либо вот как раз здесь можно установить большую гардеробную. А кровать поставить вот так. Либо ставим здесь кровать. Здесь столик женский, да? Парфюмерный, так сказать. Либо кресло-качалка, либо навесная такая. Такое кресло клевое. То есть, ну, можно пораскинуть мыслями, как здесь все оборудовать. С этой спальни выход на балкон. Вон, кстати, смотрите, какой подоконник широкий. Вот что значит кирпичные дома. Офигеть. Здесь можно прям постелить плед, ложиться легко. Очень широкий, вот смотрите. С мою руку почти. Выход на балкон. Это у нас западная сторона. Во второй половине дня. Панорамные окна. Вот как раз автомобиль я припарковал. Очень удобно, если припарковали автомобиль, за ним же и наблюдать. Но тут тишина. Тихо, спокойно. Как в деревне почти. Прикольно. Центр города, а тишина. Балкон имеет вот такую необычную форму под углом. Ну, здесь столик, стулья. Прикольно посидеть, попить чай. Так, что еще? А, у нас же еще одна комната. Функциональная. Пойдемте смотреть и думать, что это же все такое. Собственник заявил, что это комната-кинотеатр. То есть, здесь устанавливается телевизор уже, там, место под кронштейны. Диван. И сидишь, наслаждаешься каким-то фильмом, да? Я все-таки вижу эту комнату как комнату жилую. То есть, либо это детская, либо это кабинет. Кто работает на дому много, отличное место рабочее. Либо, девушки, наверняка вы многие мечтаете об огромном, об огромной гардеробной. Вот смотрите, пожалуйста, здесь можно это воплотить. Здесь войдет все, абсолютно все. И верхняя одежда, и обувь, и постельное белье. Ну, я даже не знаю, все что угодно. Это, конечно, если у вас не так много в семье детей. Такое можно себе позволить. Если уже два ребенка, скорее всего, нет. И теперь вернемся к мысли о том, что эта квартира очень интересная по функционалу. То есть, давайте определяться, что это такое, студия плюс 2 или студия плюс 3. Вот смотрите, кухня-гостиная, да? Как я здесь вижу. Если нужно, можно ее вообще без проблем зонировать и сделать дополнительную комнату. То есть, у нас вот здесь поставить под углом дверь и гипсокартонная стенка уходит вот туда до конца. Тем самым мы изолируем, делаем еще спальню и отдельная просторная кухня. Здесь квадратов 12, наверное, будет кухня и огромная еще спальня. Либо сделать стенку и, как некоторые любят, посередине сделать арку. Тем самым, вроде как, зонировали кухню от спальни, но и проход удобный. То есть, несколько вариантов решения. И тем самым, да, если мы здесь зонируем, получается трехкомнатная квартира. Если мы здесь оставляем все так, как есть, то я здесь вижу студия. Спальня 1 за мной, да, которая вроде как сейчас кинотеатр. И спальня 2, которая большая. Ну, здесь, конечно, клево, надо подумать, как оборудовать. Прикольно. Мне нравятся вот такие необычные планировки. Вот так. Вроде студия плюс 2, вроде трешка. А можно вообще посчитать, как студия плюс спальня. Кто как хочет, кому как удобно, у кого сколько в семье детей, под себя делаем эту прекрасную квартиру. Записывайтесь на просмотр. Обязательно подпишитесь на мой канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok